Дорогие друзья, всех приветствую! Благодаря моим студентам я постоянно встречаю какие-то полезные вещи, которыми спешу поделиться с вами. Поэтому, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И нажмите на значок колокольчик. Итак, была у нас статья одна, и там мне встретилось словосочетание и здесь была путаница между двумя словами и давайте разберемся, в чем же разница. Произносится вот так Относящийся к родителю или родителям человека. То есть, parental – это родительский. И, соответственно, parental consent – это родительское согласие или разрешение родительское. Parental consent. И у нас есть два примера здесь. Один пример из интернета, один пример из нашей статьи. Medical treatment was sometimes given to children without parental consent. Лечение иногда назначалось детям без родительского согласия. И в нашем с вами отрывочке было Parental consent was obtained. Родительское согласие было получено. Parental consent was obtained. Что касается parental, parental – это тоже прилагательное. Произносится оно parental, parental – и описывается так. Administered or occurring elsewhere in the body than the mouth and elementary canal. То есть, назначается или происходящее в организме где-либо, кроме ротовой полости рта и алиментарного или пищеварительного тракта. И переводим мы на русский parental как парентеральный. Например, у нас может быть такое выражение. Парентал – парентрал nutrition. То есть, парентеральное питание. Или еще одно описание из интернета. An example of something parenteral is an injection given into the muscle on the leg or a subcutaneous injection. Пример чего-либо парентерального – это любая инъекция, которая делается или дается буквально в мышцу ноги или подкожная инъекция, subcutaneous injection. Итак, дорогие друзья, не путаем. Парентал – это родительский, парентрал – это парентераль. И мы с вами здесь встретили еще одно интересное определение или словосочетание, и о нем я поговорю в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рада помочь вам в изучении медицинского английского. До встречи, друзья, в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok